Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, где у нас случилось? А случились у нас президентские выборы. Именно о них мы сегодня и поговорим. Вернее, поговорим об итогах выборов в четырех районах. В Арнаульском, Гордобанском, Ахалкалакском и Нюнцеминском. Почему именно в этих четырех районах? Все просто. Это районы компактного проживания национальных меньшинств Грузии, армян и азербайджанцев. Эти районы – это такая микромодель Южного Кавказа, где все вместе, без конфликтов и вражды живут грузины, армяне, азербайджанцы, греки, русские и представители других национальностей. И если присмотреться внимательно, несмотря на все спекуляции и домыслы, они очень похожи друг на друга. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Состоявшиеся неделю назад выборы президента Грузии завершились. Завершились неожиданно. Впервые в истории для выявления победителя понадобился второй тур. Несмотря на то, что по всем опросам, кроме опроса правящей партии, кандидат от объединенной оппозиции Гривол Вашадзе опережал независимого кандидата от правящей партии, такое тоже бывает, с Соломой Зоробишвили, большинство экспертов полагало, что власть использует свое огромное преимущество в административном, финансовом, политическом ресурсе и все-таки добьется победы своего кандидата в первом туре. Не получилось. Оппозиция, благодаря лучшей организации, политтехнологиям, медиа, сумела деморализовать власть, не позволив ей использовать вышеперечисленные преимущества. В итоге, кандидат от партии власти Соломой Зоробишвили получила 39% голосов, а кандидат от оппозиции 38%. Правда, оппозиция считает, что в первом туре победил именно их кандидат. На самом деле это не имеет принципиального значения. Тимур Соломой Зоробишвили создал очень занятную карту голосования по районам. Давайте посмотрим на нее. Синим цветом на ней отмечены районы, в которых победил кандидат от партии власти, а красным – кандидат от объединенной оппозиции. Чем более темный цвет, тем увереннее победа. Обратите внимание на красный пояс, который тянется с востока на запад. Это крупные города и районы страны. Власти добились успеха на периферии. Интересующие нас районы находятся на юге страны. Как видим, все синие, кроме одного. Впрочем, эта карта не совсем полная, так как на ней отражены результаты только двух основных кандидатов. А их было на самом-то деле три. Третий кандидат от партии Европейская Грузия, Давид Бакрат, набрал 11% голосов. И это существенно меняет картину выборов. Давайте посмотрим еще на одну карту Темура Сузиашвили, которая отражает разницу в результатах между кандидатом от власти и кандидатом от двух оппозиционных партий. Тем более, что Европейская Грузия уже заявила о безусловной поддержке Григола Вашадзе. Во втором туре выборов, естественно. И вот мы видим, что картина кардинально изменилась. В том числе и в интересующих нас районах. На темно-синее пятно на юге – это Балнистские и Дманистские районы. Особого внимания обращать не надо. В силу небольшого числа избирателей в этих районах гораздо интереснее то, что происходит слева и справа от этого пятна. Слева находятся интересующие нас Нинацминские и Ахалкалакские районы, где компактно проживает армянское население. Они отмечены синим цветом. Справа – Марнеульские и Гардабанские. Районы компактного проживания азербайджанцев. Они красные. Казалось бы, все просто. Армяне проголосовали за власть, азербайджанцы – за оппозицию. Кстати, это вызвало целую бурю эмоций в СМИ и в социальных сетях. Давайте разберемся, так ли все просто. Но для начала, тем, кто не в курсе, напомню недавнюю историю. Со времен Эдуарда Шеварнадзе районы компактного проживания национальных меньшинств считались практически неисчерпаемым ресурсом для власти. В 2003 году дело дошло до анекдотичного случая. Тогда центральные власти целых две недели тянулись обнародованием результатов по тем районам, о которых мы сегодня говорим. Дожидаясь результата в Изаджарии, где конкурирующий с центральной властью Аслан Абашидзе тоже мог нарисовать столько голосов, сколько хотел. Изаджарии были вынуждены прислать результаты раньше. В итоге понятно, что после того, как пришли результаты из Джавахидзе и Квебокартли, уверенную победу одержал Союз граждан Грузии – это партия Эдуарда Шеварнадзе. На втором месте также по вполне понятным причинам оказалась партия Аслана Абашидзе – Союз Возрождения. Впрочем, спустя две недели революция РОС смела обе эти политические силы с политического поля Грузии. Но это уже другая история, на которой мы сейчас не будем останавливаться подробно. После революции РОС касалось бы мало что изменилось. И Джавахидзе и Квебокартли дружно голосовали за власть. Даже на парламентских выборах 2012 года, выборах, на которых сменилась власть, партия власти, тогда национальное движение, получила в Ахалкалахском районе 77%, в Нинацвинском районе 80%, в Марнаульском районе 79% и только в Гардабанском районе 56% голосов. Напомню, что в целом по стране партия власти получила тогда 40%, а победившая оппозиция – 55% голосов. Была ли это та же самая история, как при Шеварнадзе? Нет, не была. При Шеварнадзе результаты выборов в регионе просто тупо рисовались. При националах их определяли лидеры, авторитетные в районе люди, которые по своему финансовому ресурсу с большим удовольствием добавляли ресурс политический. Тем более, что этот ресурс был ресурсом власти. Это ключевой момент нашего разговора, поэтому прошу обратить на него особое внимание. А теперь давайте посмотрим на результаты. Начнем с самого близкого к столице – Гардабанского района Грузии. Строго говоря, в Гардабане азербайджанцы не составляют большинство. Их 44%, тогда как грузинское население района составляет 53%. И тем не менее, этот район можно однозначно считать районом компактного проживания нацменьшинства, так как именно азербайджанское население района считается наиболее активным. Политически, конечно. В Гардабанском районе победу одержал кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Он набрал 43% голосов. На 3% от него отстала Солома Зурбешвили, кандидат от власти. Кандидат от европейской Грузии Давид Бакрадзе набрал 8%. Что тут интересно. Впервые в истории Грузии в районе компактного проживания национального меньшинства кандидат от оппозиции получил больше голосов, чем кандидат от партии власти. А если мы сравним результаты, полученные обоими оппозиционными кандидатами, то победа оппозиции в Гардабане более чем убедительная. Отрыв 11%. Победила оппозиция в Марнеольском районе. Там азербайджанское население составляет 83%. Хотя там первое место заняла кандидат от правящей партии Солома Зурбешвили, суммарно Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе, получившие, соответственно, 39,10% голосов, опередились Зурбешвили, которая получила 48%. Для сравнения. На президентских выборах 2013 года отрыв кандидата от правящей партии Георгия Маргалошвили от основного кандидата оппозиции, того же Давида Бакрадзе в Марнеуле, составил 38%. Думаю, такая динамика в комментариях не нуждается. Прокомментировать результаты выборов мы попросили нашего постоянного эксперта, политического аналитика Гейдара Мирзу. Добрый вечер, Гейдар. В Грузии состоялись президентские выборы. Как бы вы оценили их? Ведь Грузия для вас не чужая страна, и вы наверняка внимательно следили за ними. Как я оцениваю выборы Грузии, как гражданин Азербайджана в первую очередь, но очень важно, что Грузия, можно ее назвать моей второй родиной, потому что корни мои из Горнабанского района Грузии, поэтому это все довольно-таки близко. У меня там очень много родственников, результаты Грузии, конечно, в какой-то мере. Чисто с политической точки зрения, конечно, любые результаты Грузии для нас важны. В том контексте, чтобы в этой стране, для нас и только для Азербайджан, чтобы в этой стране сохранялась стабильность. Это раз. И во-вторых, чтобы это, в принципе, как и вы, но до сих пор, оказывало, ну, как минимум, не оказывало негативного влияния на отношения с Азербайджаном, а в идеале, конечно же, становилось бы по очкам, там, углублению в дальнейшем развитии. То есть это вот чисто вот оценка вне зависимости от результата. Что касается результатов ГИОГа ГИОГа, конечно же, в принципе, первое, это то, что по всей видимости, я говорил с родственниками, я говорил с друзьями, которые там, чтобы, ну, у меня немножко получается узкий такой фокус, потому что все люди, с которыми я говорил, они представляют вот очень такой конкретный регион. это гатьяне, вот гатьяне, гатьяне с корзапами, которые, конечно, устали. Но все, с кем я говорил, они говорят, что танцевали практически, ну, номер 5. И я спрашивал о причинах, и в качестве причин все говорят, ну, то есть, ну, там разнобойки насчет приоритетов, но было несколько пунктов, которые озвучивали все. Первое, это экономическое положение, которое ухудшилось за последние, скажем так, лет шесть. Это криминал, который серьезно поднял голову. И все, конечно же, что бы ни происходило, люди всегда будут сравнивать это с периодом Михаила Саакашвили. Все говорят, что тогда такого не было. И в качестве примера привели, вот, заезжаешь в деревню, и, ну, вот, приняли закон там, что можно употреблять легкие наркотики, да. Ты заезжаешь в деревню, и первое, что ты чувствуешь, это дым вот этой марихуаны на шее. Молодежь при этом, она, многие не работают. Бизнес из-за того, что он не в самом лучшем состоянии, тоже, как бы, многие прикрыли, или, там, он чисто, там, символический, какие-то нарки, там, раз в день какой-то приедет, подъедет, подъедет. Поэтому молодежь, в основном, тупо скульптится. Ну, и еще коррупция. Потому что коррупция, говорит, она так же, как и криминал, она зашлась до масштабов, там, периода Тоса Акашвили. И, опять-таки, сравнивать, или, ну, за Акашвили. И люди, то есть, некоторые говорили, что конкретно голосовали за кого угодно, только не. Ну, как бы, для них было важно то, что, как бы, с единым кандидатом, это позиция. А другие говорили, что, конечно же, играют в роли, хотели бы, ну, голосовали за номер пять, потому что, в том числе, и с Акашвили. Смотрите, Гейдар, ведь в период Саакашвили были не только розы, но и шипы. И сейчас власти начали кампанию, в которой, это главная тема, разве в вашей фокус-группе не было обиженных на старую власть? Вы знаете, конечно же, возможно, те люди, с которыми вы ее говорили. Я говорю, они здесь были, я говорю, что, возможно, эти люди просто так получилось, с чьими обстоятельствами, что этим людям было в период Саакашвили гораздо лучше. Кто-то находился на должности, кто-то, у кого-то, в принципе, он бизнес, кто-то работал в правоохранительных органах. И мы помним, что при выхране Саакашвили именно тогда пошел первый покой этнос, да, армян, азапожанцы, и в правоохранительных органах, и в правоохранительных органах. Важно, что люди, вот я вам пример приведу, есть деревья в Карнабанском районе, название как-то такое. В этой деревне проживают несколько людей, которые находятся в тесной связке с нынешними, с тем, как и сейчас власти, но даже в этой деревне оппозиция будет. То есть они даже не смогли добиться хороших результатов голосования в тех деревнях, которые, в принципе, умолчание должны были. Потому что там, ну, как бы, каждый отвечает за какой-то участок. Мы понимаем, как бы, технологию выборов, как поиск, да, вопросов, рассказов. То, откуда, есть определенные плочины, и там каждый еще ответственный за какой-то участок. Но, ну, вот, конкретный такой провал, если учить, в принципе, из одной деревни, один, два, очень серьезных, серьезно связанных с правительством людей, и там голосуют за опасность. Вот. Как бы, опять, я хочу подчеркнуть, что мои оценки сейчас такие не касаются того, что, насколько, в первую очередь, сами граждане Грузии, вне зависимости от политической принадлежности. В широком смысле, в политическом смысле Грузии, на том, что решать, с кем мы лучше жить, и кто должен решать их судьбу. Ну, я, как бы, не даю оценок, да, ну, я, как бы, на сегодня. Некоторые вещи, которые мне сегодня рассказали, они, конечно же, объясняют. Почему? Ну, самое интересное – это второй тур. Вот. Ну, люди рады, конечно. То есть люди, с которыми… Есть определенное злорадство. Есть определенное злорадство. Надо, как бы, как бы, понимать, что вот эти вот политические вопросы, они, во многом, они разделяют, в том числе и эти этносы, которые пожелают Петербайджане. Более того, эти политические расходы похожи по семьям, они похожи по кланам. Там в одном роду, возможно, стоять людей, которые голосуют за кого-то. А если мы говорим о городской культуре, то в городе это не играет роль. А в деревнях, особенно в кавказской культуре, это приводит, конечно же, в такой нежелательный момент. Слишком близко к сердцу воспринимается. Ну, сейчас, да, второго. Вы сказали очень интересную вещь, что линии размежевания проходят в семьях, проходят в родах и так далее, среди родственников. Ведь при Шаварнадзе просто рисовали голоса. Сейчас все иначе? И тут еще очень важный момент. Гардабанский район — это не отшивка Грузии. Гардабанский район — это Двилиси, практически. То есть это не самый бедный район Грузии в плане наличия финансовых возможностей населения. Это не самые отсталые источники микроструктуры. Я это немножко с уровней говорю, потому что это, на самом деле, довольно преуспевающий район. И они преуспевают в том числе благодаря пограничности — Азербайджан, Армения, трансграничники, эти бизнесы и все остальное. Если эти люди недовольны, если они голосуют против, и обратите внимание, против голосовали, в том числе и Арганик. Я смотрел карты, я смотрел корт-рекрат. Ну, конечно, они немножко такую, немножко другую, да, оценку. Цифры, которые мы с вами смотрели, они более точно раскладывают. Но в целом картина ясна. Я думаю, что вы сказали в предыдущем вопросе про то, что там раньше тоже был криминал. Но вы знаете, раньше криминал у вас другой характер. То есть я сейчас не знаю, согласиться мне с тем, что были криминалы. Нет, я скорее считаю, что раньше были люди, которые довольно жестко расправлялись с криминалом. И в конце сами тоже получили бы криминал. Знаете, возможно, это было неправильно. Возможно, это было правильно. Время покажет. А возможно, оно уже показывает. То есть факт, что, по крайней мере, те люди, которые голосовали против, они считают, что раньше такого криминала не было. И раньше было лучше. То есть вот здесь вообще, вы знаете, результаты голосования и благоценности. Не геополитика, это не геоэкономика. Здесь все очень просто. Человек голосует и говорит, почему он проголосовал. Вот и все. Люди сказали три вещи, которые, в принципе, они наблюдают в последнее время. Но опять, еще кое-дин второй тур. И я думаю, что самое главное для азербайджанцев, для меня это, что вы знаете, по-любому, кто бы не был власти, придержавшим Грузии, есть национальные интересы и отношения между азербайджанами и Грузиями. И всегда должны быть. Но хотелось бы, конечно, чтобы грузины жили лучше. Хотелось бы, конечно, чтобы азербайджанцы, которые там жили, жили лучше. Вот так вот. Ну и вопрос к вам, как к азербайджанскому пролетологу. Каков был интерес к выборам в Грузии, в Азербайджане? Я думаю, достаточно высокий интерес, потому что у нас за последние дней 10, ну, особо интенсивно, ну, последние несколько лет, скажем. А мы будем с тобой после. Те люди, с которыми я общался по разным вопросам, там, политических, даже так, ну, ежедневное общение было. Ну, 50 процентов, 40 процентов, это был только вопрос по работе в Грузии. И, конечно же, опять-таки, я здесь очень легко объяснить, потому что Грузия для нас – это… Азербайджан и Грузия, они не могут выжить, любые изменения в Грузии, без изменения, они хотят за тобой и нет, но обсказаться. Поэтому это довольно легко объяснить, и это даже в Азербайджанском смысле. В том числе, если мы возьмем в Армению, то же самое в Армении, Грузия, ну, да, в северном и западном направлении, соответственно, я думаю, что довольно-таки высокий интерес. Большое спасибо за интересную беседу, всего доброго. И все-таки кадры решают все. И в Гардабане, и в Марнеуле у оппозиции были сильные лидеры, которые обеспечили результат. Конечно, победа оппозиции в этих районах – результат, прежде всего, командных действий, но переоценить вклад победы националов Гардабани Рамина Байрамова и общей победы оппозиции в Марнеуле Азара Сулейманова, представляющего нас в движении, и Ахмеда Иманкулиева, представляющего Европейскую Грузию, решительно невозможно. Именно эти люди сыграли ключевую роль в этих районах. Ответ на вопрос о том, почему оппозиция не сумела достичь того же результата Вахалкалаки и Нюцминда из той же серии. Там у оппозиции не оказалось авторитетных лидеров, способных привести своих сторонников на выборы. Зато они были у власти. И это прежде всего депутат от грузинской мечты Энзел Мкоян. О нем мы поговорим чуть позже. А пока давайте посмотрим на результаты Вахалкалаки и Нюцминда. В Вахалкалакском районе, где Армении составляют 94% населения, уверенную победу одержала кандидат отправящей партии Солома Зурабашвили. Она набрала 59% голосов избирателей. Это на 36% больше, чем результат Григола Вашадзе, и на 21% больше, чем общий результат объединенной оппозиции Европейской Грузии. Конечно, по сравнению с президентскими выборами 2013 года, власть потеряла и тут. Тогда разрыв между кандидатом власти и кандидатом оппозиции Вахалкалаки составил 60%. В Нюцминдах, где армянское население составляет 96%, примерно такая же картина. Солома Зурабашвили набрала там 59% голосов избирателей, тогда как Григола Вашадзе 23%, а Бакрадзе 15%. То есть отрыв Зурабашвили от тандема Вашадзе и Бакрадзе составил 21% голосов. Ровно столько же, сколько Вахалкалаки. Если мы сравним с 2013 годом, то тут потери власти гораздо меньше. В 2013 году отрыв Маргвелашвили от Бакрадзе был 48%. Прокомментировать результаты выборов в районах компактного проживания армян в Грузии мы попросили политического аналитика Джони Меликена. Добрый вечер, Джони. В Грузии состоялись президентские выборы. Как бы Вы оценили их? Ведь Грузия для Вас не чужая страна, и Вы наверняка внимательно следили за ними. Что показали выборы в Грузии? Это, с одной стороны, показывает, что есть недовольство среди населения страны действиями правящей грузинской мечты. С другой стороны, как мне кажется, низкий рейтинг провластного кандидата имеет несколько факторов, почему рейтинг низкий. Во-первых, как мне кажется, многие сторонники грузинской мечты не видели ее в качестве своего кандидата. Может быть, они предпочли бы какого-нибудь известного министра здравоохранения, например, в качестве кандидата в президенты. Другая часть, в принципе, могла просто уже разочароваться во властях. То есть кто-то был против Соломы Зарабища, или кто-то хотел своего кандидата. Кто-то, в принципе, мог просто уже разочароваться. С другой стороны, то есть часть разочаровавшихся граждан страны, они пришли, проголосовали за оппозицию, которая, в принципе, более-менее, то есть очень интересный шаг был со стороны грузинской мечты собрать несколько партий, то есть в данном случае 11 оппозиционных партий, которые создали вот этот блок. И тем самым, в некотором смысле, отойдя от бренда национальное движение, они создали нечто шире, нечто более такое разнообразное, что дало возможность, например, многим проголосовать за них. Но тут другой вопрос, что то, что не закончились выборы первым турном, и у нас, мы увидим также выборы во втором туре, это все говорит о том, что и позиции, например, и заявления, которые делаются как одной, так и с другой стороны, что эти выборы, они просто будут, вот эти некоторые недели, они придут к тому, что будут показываться противостояние Саакашвили и Динаи Иванишвили. То есть это, с одной стороны, положительно для, например, правящей партии, потому что они попытаются сыграть на сантиментах населения, напоминая так называемых тяжелых времен Саакашвили, пытаясь войти в ту же воду, в которую они вошли в 2012 году. То есть тогда была определенная ситуация, они на этом сыграв, смогли прийти во власть. Но шесть лет, говоря про угрозу возвращения Саакашвили, то есть власть сохранить. С одной стороны, им нужен репрендинг, им нужно обновление команды, какие-то действия. Но это очень короткий срок. То есть что-то должно быть сделано за эти несколько недель, а потом до парламентских выборов. Если этого всего сделано не будет, и во втором туре победит кандидат от оппозиции, то, ну, видите, вы же ШАЛО на соглашение заявил про то, что, может быть, лучше провести внеочередные парламентские выборы. То есть это уже будет означать потерю власти правящей власти. Вот, в принципе, то. И плюс то, что еще также про недочеты самой Саакашвили. С одной стороны, она заявляет о том, что она независимый кандидат. С другой стороны, она сама, например, как независимая могла покорритиковать правящую власть. Она этого не сделала. То есть получилось так, что все недовольство всеми недовольными кандидатами оппозиции, в принципе, основным адресатом была она. С другой стороны, многие ее заявления, они не были апробированы, например, в фокус-группах. То есть заявление по гражданству, которое она сделала в органах, в разночленных регионах, заявление по войне российской грузинской. И так далее. Можно апробировать, а потом уже понимать. Вот. И на какой-то момент получается так, что ее месседжи, не будучи апробированными и проверенными, они были и сказаны, и сделаны. И это тоже, как мне кажется, со стороны населения. С другой стороны, оппозиционные деятели в лице Вашазы и Вафразы, они поднимали проблемы социально-экономического блока. Да, конечно же, в полномочия президента не входит этот весь блок, то есть в повышение пенсии и так далее. Тут чуть больше популизма было. Но, конечно же, они знали свои банки-группы, и эти группы были это население, которое испытывает на сегодняшний день очень большие экономические проблемы. Поэтому это все в некотором вот таком комплексе привело к тому, что мы имеем вот в виде результатов на первый тур в президентских выборах. Перейдем к районам компактного проживания армян в Грузии. Появился мэм, на мой взгляд, не совсем адекватный, что Моза за Рубишвили голосовали потому, что она сказала плохо о турках. И все-таки, почему в Джавахете мечта добилась таких результатов? Ну, конечно, нужно учитывать, что есть уже конкуренция. Но вот в армянно-населенных регионах есть следующая проблема. То есть, в отличие от Азербайджана-населенных регионов, где, в принципе, соратники Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение» остались в партии. То есть, тот же Байрамов, Сулейманов, они остались в партии, они все эти годы работали, как передавали, как с местными выборами, так и сейчас. Поэтому электорат есть, и в нем показатели совсем другие. В нашем случае все мажоритарные депутации, все известные люди в регионе, а мы должны понимать, что есть специфика в этих регионах, то есть, в которых есть и финансовые ресурсы, и какое-то там, не знаю, уважение в регионе. Они после 2012 года перешли в партию власть. То есть, это автоматически часть того электората, который раньше голосовал за Саакашвили, привело в Гулинскую мечту. И вот, когда мы сравниваем данные по армянно-наделенным регионам с 2013 года и сегодняшние числа, то, конечно же, мы видим, что есть люди, которые, например, недовольны той ситуацией, которая сложилась в стране, и поэтому голосов стало меньше. Голосов за власть, в принципе, потому что Саакашвили ассоциировалась, в принципе, для них, как кандидат, который поддерживает правящая партия. В принципе, подобные заявления по гражданству, они, например, могли повлиять на людей, которых лишили в свое время гражданства. Но не сказал бы, что они имеют какое-то такое универсальное влияние на всю армянскую Грузию. Потому что, да, тысячи человек, имея двойное гражданство, были лишены. На сегодняшний день, в принципе, опять же, Саакашвили была инициатором этого законопроекта о двойном гражданстве. Через парламент этот закон прошел такую инициативу. Да, она могла на этом сыграть, но, конечно же, подобные заявления были чуть более нетолерантными и могли быть сделаны совсем по-другому. То есть можно было это все сделать в более позитивном ключе и показывая ее вклад в это дело, а не негативный вклад, например, какого-то другого и какого-то оппонента. То есть эти моменты тоже, конечно же, можно сказать, что, с одной стороны, да, она знала, как часть, например, электората переманить на свою сторону. Но, может быть, тем самым она другую часть электората настроила против Сибка. Потому что этнические вопросы и возможности, например, вот сполкновения на этнической почве в Руси, то есть вот подобные какие-то прециденты, они очень негативно могут сказаться на мультиполитической ситуации. Поэтому делать такие заявления не очень позитивно. В целом, можно сказать, что уровень гражданского общества Бахалкалакхи и Ненуцминда серьезно вырос? Скорее всего, да, мы можем сказать, что есть в некотором смысле более или менее конкретная среда, однако нужна на сегодняшний день там политика. То есть кто бы ни был у власти сегодня или через год или после 2020 года, нужен новый подход по отношению, например, к регионам с этническим населением. То есть этническими азербайджанскими или азербайджанскими в принципе, потому что тот подход, который применялся еще со времен Шаварнады, то есть мы берем авторитетного человека с финансами и ресурсами и делаем ставку на него, он уже не оправдывает себя. То есть нужно сделать социальные лифты, чтобы те активные, интегрированные граждане Грузии, Азербайджанского или Азербайджанского этнического происхождения могли вокруг себя формировать группы по интересам, могли бы они участвовать в политической жизни страны и они бы, чтобы создавали вот эту конкурентную среду и вот в регионе работали со своим населением. А старые методы, они в принципе себя уже исчерпали и нужен новый подход. То есть подобные инциденты, которые происходили в регионе в эти выборы, как во время парламентских выборов, это в Азербайджанском населённом регионе, то есть это показывает, что нужен пересмотр подходов. То есть придя в власть к грузинским местам, она применила те же самые методы, которые были при приставке Акашвили. То есть поэтому, что грузинская мечта, что, например, единое национальное движение, если вдруг одна из них по итогу 20-го года выборов приходит в власти и сохраняет власть, они должны уже смотреть и модернизировать подходы, которые применялись по отношению к этим регионам. А как по-вашему, на этих выборах был российский фактор? Сейчас сложилась занятная ситуация, не только оппозиция обвиняет власть в том, что она пророссийская, но и власть обвиняет оппозицию в том же самом. Ну, в принципе, да. Смотря с себя и беседуя с коллегами, например, в России, я видел, что такого интереса ярого в России к этим выборам нет. Другое, что, например, российский фактор в этих выборах, он тебя проявил. Это, во-первых, Соломезу Радишвили, это пошло, что касается войны. С другой стороны, теперь уже, вот, уже перед парензуром я уже предполагаю, что теперь власти будут в лице Соломезу Радишвили обвиняются. Ну, хотя уже тогда были зачатки того, что там обвиняли Бригола Вашадзе в том, что он агент КГБ и так далее. То есть, вот, фактор России, он во внутренней политике Грузии имеет какого-то, не знаю, сакральное, значит, по поводу или без, обязательно его лучше не использовать. То есть, такое ощущение, что по умолчанию во всех политиках сидит вот этот фактор. То есть, если хочешь кого-то очернить, нужно его связать обязательно в России, и обязательно что-то у тебя получится. Вот, это есть, конечно, я думаю, что на это будут играть и вот в процессе вот подготовки ко второму кулу также. И последний вопрос. Я понимаю, что в Армении сейчас происходят события не менее важные, а может быть, еще более интересные. Но, следили ли за выборами в Грузии и в Армении? И были ли какие-то неординарные интересные комментарии, которые я вполне мог пропустить? Ну, комментарии, если честно, я таких ярких не помню, но интерес, конечно же, был. И, что интересно, зная, даже зная то, что Грузия уже парламентская республика, и после церемонии инаугурации нового президента окончательно перейдет к этой модели, вопросы, конечно же, были про то, как изменится внешняя политика при новом президенте. То есть, вот, приходилось объяснять, что президент во внешней политике, он имеет такое же отношение, как, например, президент Армении на сегодняшний день. Но, с другой стороны, конечно же, если мы идем на среднесрочную перспективу, на анализ среднесрочной перспективы, конечно же, может быть, эти изменения могут быть. И, что интересно, например, тут, в Армении, то есть, например, если побеждает кандидата в оппозиции, мы в будущем будем иметь выборы, например, 2020 года в парламенте. То есть, это даст хорошую возможность оппозицию прийти во власть. То есть, если уже приходит во власть эта оппозиция, то как изменится внешнеполитический вектор страны. В принципе, что касается регионов, конечно же, мы понимаем, что основное направление европейская и европландическая интеграция, они не будут пересмотрены. Но в региональной перспективе, конечно же, для Армении, например, важно, как взаимоотношения с Россией будут устраиваться. И поэтому и армяно-грузинские отношения в первую очередь. То есть, что касается армяно-грузинских отношений, тот вопрос отбыть не может. Мне кажется, что продолжится в том же русле, тем более, если, например, приходит оппозиция, чтобы они положительнее. И в ряд высказываний, в том числе и Михаила Саакашвили, это все было отручено. Но с другой стороны, что касается, например, властей, если они сохраняют парламентское большинство и переизбираются, то тут же, опять же, мы видим, что таких явных изменений не будет. Поэтому, ну, то есть, что-то интересно, как таковой будет, это очень хорошо. Но вот наша общественность в основном интересует внешние политические предпочтения. То же самое, что было, например, в Грузии, что я замечал в Грузии, когда у нас менялась власть. То есть, им было интересно, насколько внешняя политика Армении изменится после этого. Но мы имеем в виду, что имеем в виду наших политиков и лидеров стран. И вот в этих красных линиях они работают и выстраивают все внешнеполитические отношения. Большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Я бы обратил ваше внимание на то, что сказал Джонни по поводу лидеров. Ведь тот же Энзел Мкаян был в свое время и в рядах Союза граждан Шеварназы, и в рядах на сдвижение Саакашвили. Продолжаем тему. Говоря о выборах в Джавахете, мы не можем обойти вниманием серьезный инцидент, который произошел в регионе уже после выборов. Группа сторонников власти, а по сути сторонников Энзела Мкаяна, человека, который обеспечил победу у кандидата власти в первом туре, жестоко избила вахалкалаки активистов оппозиции. Активисты оппозиции получили тяжелые травмы и попали в больницу. Оппозиция говорит о том, что в избиении участвовал и сам Энзел Каян и требует лишить его депутатской неприкосновенности, а также привлечь к уголовной ответственности. Власть это категорически отрицает и отвечает, что имела место провокация, показывает кадры активистов оппозиции, которые срывают плакаты, ругаются на бензозаправке со сторонниками власти. Так или иначе, власть в регионе оказалась в очень чекотливом положении. Активисты оппозиции в больнице. Депутаты мечты говорят, что, мол, надо разбираться, кто прав, кто виноват. Но как бы то ни было, нанесение тяжких телесных повреждений – это уголовная статья. Кто бы ни был, его нужно допрашивать и, как минимум, заводить дело. И вот тут засада. Если так не сделают, попадут под удар СМИ, неправительственных организаций и Депкорпуса. Последний будет делать это с большой неохотой, но придется. А если сделают, у них посыплется актив. Представьте себе, как актив будет выполнять в таком случае задание центра. Если он будет знать, что их не прикроют. Почему все это принципиально важно именно сейчас? Все просто. В этом кино мы уже снимались. Снимались в 2003 году наиболее яркие эпизоды в Батуми и в Марнеуле. Снимались при прошлых властях, в том числе и в 2012 году. Снимались при этих, самое свежее карцели. Наверняка помните, тот, кто знает вообще, что происходило в Грузии и следил за этим. И ни в одном случае виновные не были наказаны. А знаете почему? Потому что логика властей такая. Если лишить сторонника власти права на насилие, то актив развалится и власть проиграет. Что тут скажешь? Во-первых, это не так. Тут как у Горголя. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Предшественникам явно не помогло. Ну а во-вторых, если сейчас оппозиция, неправительственный сектор, международные организации не заставят власти адекватно отреагировать на все это, нас гарантированно ожидают очень веселые выборы. Это на самом-то деле никому не надо. Да, властям, кстати, в первую очередь. И вообще, совет как оппозиции, так и власти. Хотите узнать, как победить на выборах компактного проживания национальных меньшинств? Поезжайте в село. Не в Ахалкалаке, не в Марнеоле, не в Нинодсминду, а в село. Например, в село Корзахья Ахалкалакского района. Вы знаете, какие у этих людей проблемы? Я знаю. И могу вам сказать. В этом селе, после создания национального парка, люди не могут нормально пасти в скот и ловить рыбу в озере. И еще там есть проблема с водой. Или, например, село Муганло в Марнеолском районе. Поезжайте и спросите, как у них насчет воды для полива полей? Это реальная проблема. Проблема, которая правда волнует людей. Но вы меня поняли? Подведем некоторые итоги. Районы компактного проживания национальных меньшинств в Грузии перестали быть поставщиком голосов для власти. В регионах Квему-Картла и Джавахет идут серьезные политические процессы. Причем не всегда позитивные. И наше общество, и прежде всего наши власти, несут ответственность за это. За все то, что там происходит. Это раз. Роль личности в этом регионе не сравненно выше, чем в крупных городах, где народ атомизирован. И даже выше, чем в других регионах Грузии. Любая политическая сила, которая хочет добиться там успеха, должна открыть социальные лифты в политику для молодежи, новых лиц в политике. Идти по пути наименьшего сопротивления, делая ставку на старые кадры, перебегающие от одной партии к другой, можно. И можно даже победить с ними сегодня. Но в перспективе это тупиковый путь. Это два. Ну и последнее. Хотите, чтобы люди проголосовали за вас на выборах? Езжайте в села и выясняйте реальные проблемы людей. Требуйте от своего актива адекватной информации. Ищите правду и добивайтесь ее. Кстати, тут у власти гораздо больше возможностей, чем у оппозиции, но они ее не пользуются. Это три. Картина маслом. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.